Сайту Мир Тяжелой Атлетики даст интервью чемпиону мира Максим Агапитов. Он только сегодня вернулся с Питера, где проходил гран-при Кубок Президента. Максим, какое твое впечатление в этом году по Кубку по сравнению с прошлым годом? Наверное, сравнивать не совсем хочется. Хочется просто сказать, что, конечно, организация турнира была на самом высоком уровне. Наверное, только чемпионат Европы, который был в 2011 году в городе Казани, мог как-то близко стоять по организации, по грандиозности оформления и по красоте этого события. То есть там, конечно, было много инновационных вещей достаточно, начиная с того, что было не 15 категорий, как это обычно принято, было только 5 категорий. Заканчивая тем, что там освещение было совершенно особенное. И видеоизображение было на экране, я не знаю какого размера, повторялось по 3-4 раза каждый подход. И можно было видеть все подробности с разных углов, с разного расстояния, с разных позиций. Сцена была великолепная, конечно, все в таком цвете, в белом, и очень-очень так органично все смотрелось. Если говорить о плюсах, то, наверное, я уже сказал, как все было оформлено, если говорить о минусах, может быть, маленькие недочетики были. Ну, наверное, любое событие такого уровня, если организовывать, то, наверное, какие-то будут небольшие упущения. Одна из инноваций была, это то, что спортсмен выходил по центру на помост, а тренер в это время находился сбоку от помоста, далеко от атлета. То есть атлет с разминочного зала и до помоста шел самостоятельно. В отличие от того, как обычно у нас атлета провожают до кулис, буквально там дают какой-то нашатырь понюхать, какие-то слова подбадривания, может быть, пластырь там на руках стряхнуть. Размиять просто хотя бы. Не было, да. То есть такая возможность была только за кулисами. То есть такое вот. И, наверное, таких минусов даже, я бы сказал, это тоже не такой большой минус, но, наверное, кому-то, кто привык, наверное, атлетам каким-то это, может быть, не хватало. Вот. Разминочный зал был великолепный. Вот. То есть все подготовили для выступления, я считаю, на высшем уровне. Ну, к сожалению, конечно, атлетов, которые соревновались, их уровень оказался, конечно, слабоват. Ну, первые номера более-менее, они выглядели, которые завоевали золото хоть как-то более-менее нормально, но когда в категории три или четыре спортсмена, конечно, это грустно. Грустно, потому что, во-первых, те зрители, которые пришли, которые, может быть, даже купили билеты, потому что продавались билеты на это событие, заплатили деньги, не смогли насладиться ни какой-то борьбой тактической, ни какими-то зрелищностью, ни каких-то серьезных результатов они не увидели. Вот. Это, конечно, грустно и печально. А почему, Максим? Заявлено, почему-то было атлетов больше, но на помост, вернее, уже на соревнованиях, почему-то выходило меньше. Вот. С чем это связано, трудно сказать. С олимпиадой, с подготовкой. Скорее всего, что так уж получилось, мы турнир не проводить не могли, наверное, вот, и, соответственно, проводить его надо было, а после олимпиады, конечно, не самое это удачное время, не самое подходящее, потому что, безусловно, все атлеты, которые выступали на олимпиаде, они, как правило, отдыхают после олимпийских игр, но даже те, кто не смог выступать, они мечтали о том, чтобы выступать, и поэтому точно так же готовились усиленно, и, очевидно, тоже сейчас планируют как-то отдыхать, а, может быть, готовятся уже к следующим соревнованиям, которые помогут им попасть на чемпионат Европы грядущий на весенний. То есть, возможно, это причина. Вот. Возможно, еще какие-то есть причины политические, потому что странно, что на Украине, например, не нашлось там третьих или четвертых номеров, которые могли бы приехать побороться. Например, если посмотреть категорию 105 килограмм, там третье место, всего было три атлета дошли до финиша, и третье место атлет, завоевавший бронзу, он в рывке поднял 110 килограмм. То есть, понятно, что в любой из близлежащих республик или стран с Россией мог приехать десятые номеры и поднять результат не меньше, и точно так же бороться там за третье место, а, может быть, и за второе. То есть, как-то, видимо... Отбора не было по каким-то критериям, правильно? Да, отбора не было. Ну, и я так понял, что те атлеты из России, которые выступали, там были имена не совсем неизвестные, но из них довольно известные. Вот, в 94 очень хорошо выступил парень, вот, но те другие, вот, первыми ранее, видно было явно, там, и Киреев, вступять в Биджанян, да, то есть они явно были, не планировали, видимо, выступать на этих соревнованиях, потому что их подготовка была, видно, что они просто разобраны, то есть не в состоянии были выступать. Ну, видимо, обязали, и вот привело это в результате к тому, что Биджанян травмировался, его отвезли на рентген прямо с помоста, и, не знаю, неподтвержденная мне личная информация, но то, что я слышал от тренерского состава, врача, что у него перелом. Да-да, я в интернете прочитал. Какой именно перелом, и что там, то есть, не могу ничего сказать, но, в общем, в толчке он выступать не смог, вот, и что там дальше будет, надеюсь, что все это залечится быстро, потому что Биджанян, парень, у которого есть много надежд, хочется, чтобы он смог за нашу страну выступать. А мысли какие есть насчет будущего этого кубка? Будет ли он проходить так же красочно, но в таком же составе в следующем году в Москве? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, такие турниры, если организовывать, и это всегда сопряжено с большой затратой денег, потому что я думаю, что бюджет этих соревнований, опять же, не я его составлял, не я его тратил, но я думаю, что он в кругленькую сумму обошелся, судя по той грандиозности, которая там же наблюдалась, это было, конечно, затраты большие, но обычно это делается для зрителей и для спортсменов. В общем-то, для тяжелой атлетики, для популяризации. Хорошо, если по телевизору смог увидеть этот турнир широких людей, но в зале сказать, что было много зрителей, это, наверное, обмануть всех. Зал почему-то не показывали. Было очень мало зрителей из них, наверное, большинство из этих зрителей все-таки были те самые соучастники, вот, так, чтобы вот с улицы пришли, наверное, только знакомые участники, очень мало. То же самое, то же самое можно сказать про, ну, как я уже заметил, что у атлетов тоже не было. То есть, как с одной, так и с другой стороны получился такой прокол. Я очень надеюсь, что следующий турнир будет как-то или в более удачное время проводиться, или будет подготовлен именно в смысле приглашения, подтверждения участников, наверное, будет более активно проходить, и будет больше спортсменов, ну, и зрителей, надеюсь. То есть, как бы, турнир, все остальное было великолепно подготовлено на высоком уровне. Максим, а вот такой вопрос. Может быть, не стоило приглашать или ждать каких-то спортсменов из других, третьих стран, а вот именно популяризацией заниматься именно хотя бы внутри России, то есть, там, какие-нибудь призовые места на чемпионатах России ты занимаешь, и, пожалуйста, можешь участвовать, например, в Кубке Президента. И мы бы тогда могли бы видеть многих и многих будущих начинающих звезд, штангистов наших, которых мы видим, знаем, а не из какой-то Уганды, малоизвестных лиц, в таком плане. Ну, здесь еще я могу сказать. Если в прошлый турнир я какое-то участие принимал, меня приглашали на организацию, то есть, я мог бы что-то сказать по прошлому турниру, но по этому турниру я был просто гостем, как и многие там люди. Занимался организацией, видимо, кисляков, не видимо, а точно кисляков, но я не слышал, что был какой-то оргкомитет по поводу этих соревнований, что проводились какие-то совещания. Очевидно, они, может быть, были, я не могу сказать, но я лично не привлекался ни в таком отношении, ни в плане оборудования, ни в плане организации, ни в плане непрофессиональном, ни околопрофессиональном. Поэтому не могу сказать, ну, сделать можно было все, что угодно, потому что федерация могла положение развернуть как угодно, но приняли решение такое, какое приняли, и сделали так, как сделали. Вот, причины, наверное, лучше спросить у организатора соревнований, кто ответственный был за этот турнир. Ну, я думаю, что президент должен тоже, ему подотчетно, должен знать эти причины. Мы можем предполагать или догадываться, но, как бы, говорить, что можно было сделать лучше после драки, говорят кулаками, что мы все умные и мудрые после того, как турнир закончился. Вот, ну, думаю, что надо просто сделать, наверное, правильные выводы и как-то согласованно и целенаправленно готовиться к следующему турниру, чтобы, конечно, такое количество затраченных денег не было впустую, чтобы был какой-то результат популяризации и привлечения, и, в общем, зрелищности, чтобы было интересно смотреть. Чтобы было действительно интересно. Потому что на сегодняшний день я могу сказать, что таких соревнований, такого, как качество, кубков, чего угодно, международных соревнований, просто... Ну да, они потрясают, конечно. То есть, если даже говорить о чемпионат мира последние, 11-го года в Париже, он по красоте, по грандиозности, по этому величию, он даже уступает. Я говорю, что только вот чемпионат Европы, он был тоже великолепно организован, красиво, все это было. В общем, как-то вот так. Вопрос. С Катей Катиной. Как получилось, что она 5 подходов выполняла уровень? Ну, вот получилось, что так несколько было проколов. Как получилось, я такой же свидетель, наверное, как и вы. Единственное, что я сидел в зрительском зале, а вы, наверное, через экран смотрели. Вот. И оказалось так, что... Ну вот, 98 на штабе должно было быть. Вот. Ну, мальчишки делали ошибку, и кто-то досмотрел. Не досмотрели этот момент, и вот она 2 подхода выполняла, и зрители к ним тоже... Я, например, тоже не заметил, абсолютно. Потом уже, когда выяснилось, что там не 98, а 202, по-моему, килограмма, на штабе не стояло. Ну, она молодец, не разочаровалась, не устала, не опустила руки. Когда установили 98, она великолепно справилась, красиво справилась со следующими весами, закончила 104 килограмма, великолепный результат. Было там несколько таких, они... Ну, это, к сожалению, бывает. Тут уже... Естественные. Ну, как оно? Одно неестественное, конечно, это не красит турнир, с одной стороны, но человеческий фактор. Так уж подготовили. Я помню, самое, наверное, в моей жизни было удивительное, на что было невозможно не обратить внимание, это как в Турции, как были соревнования еще. Формула-1 отдыхает, как они меняли диски. Как вот Формула-1 там меняют колеса, сколько секунд. Вот так диски меняли, 6 человек побегали. Четко было распоряжено, кто подносит диски, кто снимает, кто держит штанг, кто не снимает. С каждой стороны секунды штанга готова. Вот, ну, были небольшие проколы, но это как бы... Самое страшное из всего, что было, это то, что атлетку заставили подходить два раза на помост и поднимать тот вес, который она была, ненастроена. А судьи российские или зарубежные? Были смешанные, но, безусловно, в основном было российское судейство. Но были там и поляки были, ну, то есть разные с ними были. Команда Казахстана была? Да. Приехали представители из Казахстана, но спортсменов, по-моему, нет. Точно так же из Бразилии, точно так же Азербайджан, точно так же, ну, ряд других стран. То есть, вот, ну, я сегодня воскресенье, соревнования продолжаются. Я вчера, наблюдая все это, отправился в Москву вечером, вот, с тем, чтобы здесь, на Москве, посмотреть тоже соревнования и вывести своего спортсмена. Вот, поэтому не знаю, сегодня, как проходили соревнования, надо посмотреть, вот, может быть, все-таки в категории в супертяжах среди женщин, там будет больше народу и в категории плюс 100-105 в тяжах мужчин. Вот, по заявке было, по-моему, 9 или 10 человек. Ну, мы то же самое видим и в других категориях. По факту казалось меньше, но надо посмотреть, что сегодня происходит. Ну, все, спасибо.